Пусть победит сильнейший! Да здравствует сегодняшний праздник! Вперед, Единая Россия! Так победно и торжественно начинается седьмая спартакиада местных отделений единороссов, победителей окруженных соревнований. Настроение всех бодрое, желание победить сопутствует каждой команде, так что патриотический настрой чувствуется во всем. На единой земле и под небом одним родилась и растет наша сила. Спортивный комплекс Курганово сейчас является одной из лучших площадок для проведения соревнований сразу по нескольким видам спорта одновременно. Обзорная экскурсия по его территории дает возможность председателю правительства Свердловской области Анатолию Гредину и министрам убедиться в этом. Такое внимание к спортивным объектам со стороны правительства и депутатов Законодательного собрания не случайно. Единороссы начали сразу несколько проектов по области, каждый из которых направлен на развитие как массового спорта, так и спорта высших достижений. На этой площадке мы не только показываем некие достижения в разных видах спорта, но и, безусловно, формируем командный дух партии «Единая Россия». И я уверена, что Спартакиада дает возможность нам действительно обеспечить залог побед единороссов. Это очень важно еще и потому, что, как правило, в Спартакиаде участвуют и депутаты Законодательного собрания, и главы территорий. И это очень важно для того, чтобы действительно создать положительный имидж здорового образа жизни и массового спорта. Анатолий Гредин и сам подает пример, как надо поддерживать в Уральцах интерес к спорту и здоровому образу жизни. Программа по развитию спорта на 2011-2015 годы уже войдет в областной бюджет со следующего года. Поэтому сейчас нужно вкладывать средства не только на борьбу против пьянства или табакокурения, но и строить больше спортивных площадок во дворах и школах, укреплять материально-техническую базу, вводить третий урок физкультуры. Здоровье нации – это ее благополучное будущее. Нужно тратить деньги на все. И на то, и на другое, и на третье. Конечно, в первую очередь нужно тратить на здоровье нации, на здоровье людей, строить больше спортивных различных сооружений, дворовых в том числе, простейших, сложных, любых, чтобы занятие спортом стало массовым. Статистика, она пока вещь упрямая. У нас сегодня средний возраст жизни в Свердловской области не достигает 70 лет, а каждый третий школьник больной. Поэтому мы сегодня ввели по поручению губернатора третий урок в школе. Будем вводить нормы ГТО, как раньше, чтобы школьники немножко стремились к чему-то, сдавали нормы ГТО. Мы разворачиваем сейчас программу по строительству различных сооружений спортивных. И я думаю, в ближайшее время жители Свердловской области это почувствуют. Спартакиада единороссов – не только борьба за лучшие результаты. Это площадка для активного общения, для обсуждения новых проектов. Министр спорта Леонид Рапопорт отмечает Полевскую как один из самых активных городов по строительству спортивных площадок во дворах. Скоро одна из них появится и в южной части на Ломоносово-14. Сейчас вместе с главой города Дмитрием Филипповым они договорились еще о нескольких проектах для Полевского. В отношении Полевского городского округа скажу, что очень приятно, что глава поддержит развитие физико-культуры и спорта. Сегодня мы с ним принципиально договорились о создании отделения по фигурному катанию и отделения по женскому хоккею. Это является приоритетными видами спорта для Свердловской области. И очень важно, что для этого есть квалифицированная база европейского уровня. Я уверен, что усилиями партии «Единая Россия», усилиями муниципальных образований мы сможем решать те вопросы, которые ставят стратегией 2020 развития физико-культуры и спорта в Российской Федерации. Очень хорошо, что много людей занимается спортом и популяризируют занятия спортом, но у нас в Полевском действительно очень много спортивных проектов, которые мы уже сделали и которые мы планируем сделать. Действительно, занятия спортом – это на самом деле здоровье. Поддерживает намерения полевчан и Александр Серебренников. Заместитель председателя Палаты представителей Законодательного собрания. Сам бывший спортсмен Александр Серебренников и сейчас помогает юным спортсменам стремиться к высоким результатам. А для этого нужны проекты, под которые закладываются реальные деньги. В первую очередь, не только массового вида спорта, не только массового спорта. Как сказал президент, у нас спорт для всех. Это инвалиды, это и дети, и взрослые с ограниченными видами деятельности, которые должны и могли бы приходить заниматься спортом. Надо начинать с детских площадок, с игровых площадок. Вот у нас пример есть, в Полевском мы такие уже сделали. Но вот сейчас мы обсуждаем вопрос с главой города, чтобы сделать... У вас в Курганово есть два ледовых корта, чтобы сделать на базе детской спортивной школы отделение хоккея и фигурного катания. Полевчанин Игорь Вулканов баскетбол считает лучшим способом учиться лидерским качеством. Сегодняшние соревнования единорусов нравятся ему своей организацией и уровнем подготовки самих спортсменов. Победить, конечно, всем хочется, так что будем стараться. Действительно, уровень очень высокий. Все виды спорта очень проводятся организованно. И очень много народу. На каждом виде свой судья. И спартакиада просто супер. Организаторы спартакиада учли все, чтобы все разнообразие видов спорта смогло сделать соревнования запоминающимся событием для каждой команды. Оказаться на высоте здесь может каждый, хотя вместе с чемпионами и профессиональными спортсменами соревнуются и любители. Чемпион мира по гиревому спорту из Серова Сергей Пономарев называет спорт средством борьбы со старостью. Сам он начал заниматься гирями 10 лет назад. И с этого момента у него начался новый, самый интересный этап жизни. В городе культивируются гири. Это такой вид спорта, который пришел от наших отцов. Мы очень часто вспоминаем то, что делали наши отцы. Вот, например, мой отец занимался штангой, 17 лет работал кузнецом. То, что он делал когда-то, я чемпион мира сейчас делать не могу. Есть один человек в мире только, который может это повторить, гидовец Украины. Чемпион мира по лыжным гонкам и депутат областной думы Сергей Чепиков, инициатор проекта строительства за счет федеральных средств в структурно-здравительных комплексах 2011 года во всех городах области. Чтобы развивался спорт на все, это, конечно же, должна быть инфраструктура соответствующая. Сейчас мы планируем на 2011 год много строить спортивных объектов. Это будет и футбольные поля, где-то около 20 футбольных полей, будет мини-футбольных полей построено по нашей области. Также физкультурно-здоровительные комплексы. Единая Россия активное участие в этом во всем принимает. И я думаю, что так поступательно мы все-таки улучшим нашу спортивную инфраструктуру. Хотя Полевской в общекомандном зачете показал всего четвертый результат, зато дух азартной борьбы и командной работы оказался лучшим достижением. Эмира Самохина, Алексей Илонов из спортивного комплекса Курканово для новостей нашего города.